друид герой который идеально показывает как выглядят сыновья дотеров но не об этом как ранее уже было сказано персонаж имеет друга даже ближе медведя который за него будет выигрывать игры но сначала разберем че почем а с вами ник ставим лайки пишем комментарии ну погнали начнем с базы для полных новичков в игре я разберу как работают скиллы у друида суммон spirit bear призывает медведя и дает возможность давать ему предметы но если медведь дальше чем 1100 ринджи то он перестает атаковать вражеского героя spirit link связывает медведя с героем делятся с друг с другом броней и увеличивают скорость атаки также медведь наносит урон по вражескому герою то восстанавливает здоровье друиду savage roar заставляет врагов бежать в сторону своей базы при этом увеличивает их скорость передвижения на 20 процентов true форм ультимей друида превращается в медведя становится бойцом ближнего боя еще увеличивается здоровье и броня основной атрибут друида универсальный поэтому все в достатке основная роль друида мид еще тройка керри ну так так все контур пики друида в основном герои которые могут унизить медведя с лордор винтовая хускар зус лайфстиллер пугна теперь я расскажу вам про то что лучше на него качать если у вас все хорошо идеально максим первый и второй если вас гангают советую на шестом уровне прокачать ульту может некоторых ситуациях третий скилл будет полезен но новичкам советую всегда качать на шестом левеле ульту теперь переходим к древу талантов на десятом уровне по ситуации если вас могут убить за прокаст к хп если чувствуете что вы доминант берите к скорости медведя пятнадцатый уровень всегда берем кд рора но если против вас сф думаю лучше взять будет к броне двадцатый уровень лучше здесь это ульта друида вы всегда сможете файтится с командой но если мало контроля берите корням двадцать пятый уровень всегда берется к минус кд на удар но если против вас читер на маги типа ская можете взять хп закупы начальной стадии мега простой даже крутой бы сказал покупайте 5 веток на друида и 5 веток на медведя также купите еще ему топор старайтесь на линии все время атаковать противника медведь довольно сильный хоть и слабая начальной стадии но вы можете спокойно держать противника под его т1 и он не сможет фармить крипов на ранней стадии у нас должен первым появится тапок конечно же даем его медведю и сразу же грейдим файзы позже смотрите что урагов по пику если есть иллюзионисты или вас унизили в миде советую купить молнии и фармите фокалес до приобретения диффузов еще хочу сказать вдруг если у вас идеальная игра и ваша команда доминирует берите дизолятор и вместе с ним заканчивайте игру средняя стадия игры после диффузов покупаем саблю и грейдим гарпун если у вас появляется мысли купить аганим скажу так он покупается только в двух случаях быстро убивают героя или выиграть можно только через split push в других случаях советую покупать самым последним слотом когда уже есть предметы и у медведя и у друида на двадцать пятой минуте можно купить на друида либо 5 брейсеров или же в рейсбэндов связано это с тем что на 25 минут эффекты удваиваются и вы должны уже заканчивать игру в лейте и в итоге будет такая сборка фейзы гарпун мельнира бисал нулифайрос альтерас муншард это закуп на медведя для друида хватит и трех в рейсбэндов рефрешер и актарин так а что же по настройке скрипта на друида у нас все легко биндим клавишу в предметах все оставляем как есть ниже в способностях выключаем ульту сами нажимаем по ситуации во вкладке приказ все включаем возвращать медведя по отжатию бинда выключаем бир комбо переводе комбо на медведя здесь оставляем все как есть но если вы хотите чтобы атаковал только медведь советую поставить отдельную для него клавишу а не выбирать где медведь атакует цель друида я думаю это не очень удобно savage roar тут ставьте 20 процентов и включите дублировать с медведем если вы не опытный игрок миск здесь все по вашему усмотрению дрейвинг снова все по вашему желанию по сути ни на что сильно не влияет по нейтралкам что хочется сказать герои может иметь две нейтралки одну у себя вторую медведя но они должны быть разных тиров одного тира 2 не может быть вот так вот но всегда первую шмотку давайте медведю первый тир идеально будет брумхэндл лэнс дает топ замедления и спарк второй тир орб на минус армор яблоко в амбрейс третий тир немезис паладин свор накидка на ловкость четвертый тир майн брейкер а скептик концентшн пятый тир апекс дизолятор мир шилд лампа стой стой я только новых ребят нашел халяву если вас заинтересовал чит то по ссылке в описании вы сможете его установить переходи на сайт регистрируй свой профиль после регистрации вам надо начать диалог в группе в каме лоните нажмите получить тест импорт выдаст вам целых 7 бесплатные не подписки на чит все идем дальше употреблять контент если противник в миде силен и не дает спушить вышку советую идти с мида и выбрать ту линию на которой союзные герои сильные чтобы вы могли спокойно кинуть мишку под тавер из команды добивать врагов до пуша вышки потом вместе с тима идти ломать другие т1 не забывайте нажимать ульту при пуши вышек она дает доп урон построением просто запомните одну важную вещь пока не наступит лайт другие темба если вы правильно скоординируйте свою команду то спушить вражеский трон вы сможете за 20-30 минут вот и подошел видео кайт на друиды если вам понравилось подписывайтесь ставьте лайки и предложив комментариях на кого следующего мне сделать кай также отметить где-то мои недочеты чтобы следующий гайд стал еще лучше